При уходе на пенсию некоторым кажется, что об активной жизни можно забыть. Однако это не так. Своё свободное время можно потратить не только на огороды внуков. Есть масса интересных занятий. Например, окончить университет третьего возраста и пройти курсы финансовой, юридической и компьютерной грамотности. Приходят, конечно, с некоторой настороженностью, потому что совершенно ничего не знают. Люди просто никогда не держали мышку в руке. Конечно, им страшно при виде всей нашей техники, но спустя буквально пару дней они в восторге от условий, которые мы им предоставляем, от наших преподавателей и уходят от нас спустя два месяца, а курсы длятся два месяца, с желанием опять сюда вернуться. Программа «Университет третьего возраста» в нашем регионе организована Союзом пенсионеров России при поддержке Пенсионного фонда. Волонтёры ПФР формируют учебные группы. Как сотрудник Пенсионного фонда я в рамках волонтёрской деятельности во взаимодействии с Союзом пенсионеров оказываю помощь для записи всех желающих на наши курсы. Желающие могут позвонить по телефону 30 30 90, затем мы записываем их в единую базу и передаём нашим методистам. В дальнейшем они формируют группы и распределяют всех желающих для обучения. А ещё люди старшего возраста могут обучаться китайскому, английскому языку. Есть курсы и по прикладному творчеству. Надо сказать, что даже будучи на самоизоляции, многие бабушки и дедушки не скучали. У нас есть свой сайт «Союз пенсионеров Рязать», у нас есть группа ВКонтакте «Зрелость.62», и там у нас около 200 человек, и у меня на Ватсапе где-то человек 150. И мы консолидировались, занимались, и гимнастику делали, которую нам разработал Минспорт, и между собой общались, это доброе слово, и кошке приятно, освоили зум, и провели региональный чемпионат по компьютерной грамотности и федеральный, вошли в десятку по России. Выпускники университета третьего возраста настолько привыкают к активному образу жизни, что начинают в последующем проводить свой собственный досуг интереснее и разнообразнее. Хотела бы, конечно, поздравить всех граждан старшего поколения с нашим праздником, почитанию, уважением. Мы любим жизнь и надеемся, что она тоже будет любить нас долго. В этом году курсы компьютерной грамотности и другие обучающие занятия планируют начать с октября с учетом эпидемиологической обстановки.